Следующий наш доклад будет от Олега Агафонова. Мы с Олегом сейчас пытались запустить демо с его ноутбука, но у него Mac. Mac они очень не любят отдавать картинку на другие устройства, которые могут эту картинку гребить, как правильнее сказать. И поэтому придется нам немножко по другой схеме действовать. Раз, раз, раз. Всем привет. Поприветствуем. Так, я тебя позову, когда ты уже нужен. Я Сережу сегодня возьму на работу, потому что они не знают. Вот. В общем-то, меня зовут Олег Агафонов. И сегодня мы поговорим, как мониторить voice-over IP-инфраструктуру. Какие есть у нас теоретические моменты, когда мы говорим про мониторинг, какие есть тулзы. И я расскажу вам еще немного о тулзе, который называется SIP3, которую пишет наша компания. И активно пытается сейчас растить комьюнити вокруг этого инструмента, потому что инструмент частично уже open source и будет еще больше open source. Вот. Вкратце обо мне. Вы можете найти меня в социальных сетях по вот этому вот хэндлу. В твиттере О нужно поменять на ноль. И еще немножечко в двух словах. Я больше 10 лет занимаюсь разработкой, как архитектор и разработчик, соответственно. Делаю высоконагруженные распределенные системы. И последние 6 лет я занимаюсь этим в телекоме. И телеком меня очень привлекает просто потому, что это реально огромный труд людей за долгие-долгие годы с огромным стеком протоколов. Иногда там есть легоси, иногда есть что-то реально крутое и прорывное. Вот. И все, что я люблю, это брать современные стеки технологий и тулзов, языков программирования, фреймворков и приносить это в телеком. То есть скрещивать уже с ежом. Вот. Теперь я бы хотел спросить у вас. Кто из вас занимается и вообще мониторит свою инфраструктуру? Я сейчас говорю про CPU, я сейчас говорю про диски, то есть системные вещи. Отлично. Отлично. А кто из вас занимается мониторингом сервисных метрик? То есть метрик, которые у вас идут от Voice Over IP, от CIPA, от RTP поменьше. Окей. Я думаю, что всем будет интересно послушать. Согласно некоторому американскому репорту, который называется DevOps Visibility Report, 84% компаний, это, кстати, очень близко к тому количеству людей, которые подняли здесь руки, они занимаются мониторингом своих систем. То есть они хотят понимать, что происходит у них в системах. И 100% из этих 84% они на самом деле постоянно улучшают этот мониторинг, пытаясь добавить какие-то новые фичи, новые возможности. И ни для кого не секрет, что мониторинг, он позволяет как минимум, а, знать, что происходит у вас с системой, б, позволяет наладить некоторое взаимодействие между отделами, потому что у вас может быть саппорт, могут быть инженеры поддержки, инженеры, которые мейнтейнят продукт, у вас могут быть разработчики того же самого продукта. И мониторинг просто позволяет вовремя, скажем так, реагировать каждому отделу в нужный момент времени. Ну и, конечно же, повышает качество релизов, потому что вы выкатываете релиз с новой фичей, и если там что-то сломано, вы просто видите это тут же, благодаря системе мониторинга. Если мы говорим о теории, то в теории, согласно Google SRE Playbook, это плейбук для инженеров поддержки, по сути, мониторинг — это три основные вещи. Даже не мониторинг, а визибилити, то есть понимание вашей системы — это три основные вещи. Это мониторинг, когда можно, скажем так, с большой перспективы посмотреть на систему, на метрики, на те узлы, на другие. И это логинг и траблшутинг, когда вы, глядя на эту систему, понимаете, что ага, проблема здесь, и нужно копать. И это трейсинг, когда вы сами разрабатываете продукт, и у вас есть возможность каким-то образом его инструментировать, добавить логирование, добавить какие-то дополнительные якоря, сессии. Вот это вот все вместе — это визибилити, это возможность наблюдать за вашей системой. И если мы говорим про современные HTTP-сервисы, например, сервисы, микросервисы, там все довольно просто. То есть обеспечить вот это визибилити можно практически из коробки. Взять Elasticsearch для логов с логстэшем, взять Prometheus для метрик, взять Ягер и инструментировать что-то. И оно практически реально работает из коробки для HTTP. Но насколько это легко для HTTP, настолько же это не так легко для телефонии, для Voice over IP и для Telecom в целом. Потому что насколько нелегко запустить какой-нибудь Voice over IP, soft switch, используя Kubernetes, настолько же нелегко, в общем-то, применить эти тулзы без дополнительного скриптования. Вот. И в нашей компании, в SIP3, мы пытаемся как раз применить экспертизу Telecom, которая у нас есть, агрегировать данные и эти данные раскидывать по тем же самым современным тулзам того же самого современного стека. То есть Elastic, Prometheus, все что угодно. Но началось это, конечно же, не так. Я вам расскажу, как это все началось. Потому что сейчас будет… То есть теория — это теория. Сейчас будет что-то, что близко, наверное, к каждому из вас. Вот. Начну со страшной истории. Она называется «Челюсти 3261». И звучит она так. Жили-были инженеры. Они страдали. Они страдали, потому что когда-то они построили офигенную систему Voice over IP провайдера, который разролся, стал очень-очень большим. И, собственно, они сделали реально крутую архитектуру. Но в какой-то момент они обнаружили себя, занимающимися круглый день тем, что они просто копаются в TCP-дампах, пытаясь скоррелировать все сессии и звонки, разбирая заявки клиентов. Ну, для кого из вас эта ситуация похожа, скажите? Окей. Я вижу, что есть несколько рук. Замечательно. Так вот. Надо сказать, что в этой компании был какой-то сумасшедший трафик, то есть порядка 20 тысяч SIP-сообщений в секунду. Соответственно, TCP-дампы ротировались просто с сумасшедшей скоростью. И обычный звонок, там порядка шести коллегов. То есть найти этот звонок и скоррелировать практически невозможно. Вот. И, собственно, у них было одно простое желание освободить бедных несчастных инженеров, дать им обратно возможность заниматься архитектурой, развивать эту систему, делать еще больше трафика. Вот. И перевести на самом деле каким-то образом функцию разбора заявок на саппорт. На саппорт, который как бы знает, что такое voiceover IP, знает, что такое SIP, но не супер понимает, как вообще работать с тулзами. Вот. И они обратились к нам. И первое, что мы сделали, мы сделали первую версию SIP-3, которая в себя заключала только один экран, который назывался Simple Search. У вас есть промежуток времени, в который вы ищите вызов. Есть A номер и B номер опционально. И в этом всем вы пытаетесь найти вызов. Вы его находите. Он полностью скоррелирован по всем ногам. Там есть статус звонка и прочее. Здесь просто на экране у нас один лэг, просто чтобы сделать скриншот более-менее красивым. На самом деле он там коррелируется попозже в демо. Мы попробуем с Сережей вам показать. Он будет работать в саппорте. У него будет просто подгорать от того, что звонит система нотификации и прочее. Вот. Чтобы понять, что… Ну, то есть это легкий, обычный, простой экран. Чтобы понять, что под капотом нужно немножечко посмотреть на архитектуру. Под капотом довольно стандартная система мониторинга. Абсолютно любая. Там так работает Elasticsearch, так работает Datadog. У нас есть модуль под названием Captain, который занимается съемом трафика. То есть это либо обвязка над липпикапом, винпикапом, энпикапом. Либо это уже какие-то более, скажем так, продвинутые технологии капчеринга трафика из сети. И Captain работает либо как агент, то есть можно его просто как агента поставить на вашу машину. Либо он может работать на отдельном сервере, когда вы просто зеркалируете весь трафик на этот сервер. Скажем так, если у вас большой трафик, это единственный нормальный выход. Есть Salto. Это модуль, который обрабатывает весь трафик, агрегирует звонки, агрегирует сессии и уже распределяет их по-умному. Кладет по дефолту в InfluxDB все метрики. В MongoDB кладет непосредственно сам payload, то есть само тело сообщений. Есть Twig, это API наш, и есть WebUI, который на самом деле пока что в первой версии был одним экранчиком, правильно? Плюс еще есть возможность посылать эти метрики в сторонние системы мониторинга, об этом я чуть позже вам расскажу. Из некоторых дизайн-решений, которые хочется также быстро озвучить, чтобы обрабатывать такие огромные объемы трафика, типа 20 тысяч СИП-сообщений в секунду, нам пришлось реально применить все best practices, которые люди применяют, разрабатывая распределенные высоконагруженные системы. И первый из них это партишенинг данных, то есть мы разбиваем данные в несколько даже уровней. И первый уровень партишенинга это отдельно логично хранить отдельно звонки, отдельно регистрации, отдельно, допустим, СИП-сообщения. То есть все это логично хранить отдельно, потому что они как друг с другом не завязаны. Второй уровень партишенинга, который абсолютно логичен тоже, это индекс. Потому что на самом деле в большинстве случаев у вас то, почему вы будете искать звонок, оно лежит уже в инвайте. А дальше у вас там еще 15 сообщений, которые на самом деле просто дублируют те же самые from, to и остальное. Есть смысл выделить отдельную таблицу и хранить в ней индексы. Ну и соответственно, когда у вас огромные объемы трафика, даже если вы разделили индексы и не индексы, есть смысл ротировать данные по времени, чтобы у вас была возможность просто делать этот индекс меньше по времени. Вот вторая вещь, которая очень важна с точки зрения дизайна и понимания дальше, это хостмапа. Хостмапы это некоторое описание, такой домен specific language, на котором вы можете сказать, что окей, у меня есть SBC, у SBC есть публичный IP-адрес, есть приватный IP-адрес. И для того, чтобы нам знать, как скоррелировать этот лэг, то есть колл, звонок через два лэга, нам по идее нужно знать, что это один и тот же SBC. Поэтому для того, чтобы воспользоваться системой, вы просто описываете, окей, SBC, один IP-адрес, второй IP-адрес. Можно там указать под сеть, что угодно. И таким образом вы получаете некоторую картину, карту сети. Еще один момент, который является очень большим преимуществом. Если у вас есть транковые соединения, таким же образом вы можете описать транки. И получить дополнительные преимущества я дальше вам расскажу. Окей, саппорт счастлив. Саппорт счастлив, они могут разбирать эти заявки легко. Инженеры тоже счастливы, они вернулись к разработке архитектуры. И тут они осознали, что есть саппорт, он счастлив. И инженеры стали часто пользоваться этим simple search. Надо что-то делать. Окей, а нельзя ли сделать advanced search? То есть поиск, в котором инженеры уже смогут там вбивать call ID, вбивать какие-то дополнительные метрики, статусы звонка, то третье, десятое. То есть смогут играть с этими данными. И благодаря той архитектуре, которую мы с самого начала заложили в проект, мы смогли разработать advanced search, который довольно… Во-первых, который решает вообще абсолютно все моменты поиска звонков. А во-вторых, он довольно быстрый. Вот. Вторая вещь, которую хочется сделать в данный момент, когда у нас есть advanced search, это уже освободить бедный саппорт от того, чтобы разбирать заявки кастомеров. А как же это сделать? Нужно вовремя находить проблемы. Потому что если мы вовремя обнаружили проблему до того, как и обнаружило большинство кастомеров, у нас меньше возни с заявками. Для этого нам нужен что? Для этого нам нужен мониторинг. И благодаря тому, что мы прогоняем через нашу систему весь трафик, мы научились собирать различные метрики и писать их в систему мониторинга. То есть собирается вообще практически все, что связано с сервисным уровнем Voice over IP. Это по СИПу есть RFC. Сейчас помню. 60-76, кажется. Не уверен точно. Но вы увидите там все эти метрики. И по медиатрафику, соответственно, там стандартные метрики джитера, пакетлоса, рфактора, моса и прочего. Все эти метрики, они в нашем понимании, я сейчас веду термин, они мультидименшинал, то есть они многомерные. Что это значит? Это значит, что эти метрики можно собирать, используя систему тегов, используя, скажем так, да, используя систему тегов, и можно собирать их и потом запрашивать из системы мониторинга, например, так, что верни-ка мне среднее время вызова по этому транку. Или верни мне, там, не знаю, верни мне какие-нибудь характеристики распределения вызовов по статусам, при этом еще по такому-то юзер-агенту, например. Что тоже может быть очень полезно, если у вас, например, есть отдельная мобильная аппликейшн, как юзер-агент, который вам очень важно мониторить. По дефолту мы поставляем наше решение с InfluxDB, и в качестве web UI для метрик мы по дефолту поставляем графану, но на самом деле зачастую есть компании, у которых, ну, вот вы подняли руки, у большинства уже есть какая-то система мониторинга. И смысл в том, что мы хотим сделать вашу жизнь проще и не приносить вам новую систему мониторинга. Поэтому что мы делаем, мы интегрируемся с вашей. То есть если у вас там есть DataDock, ElasticSearch, InfluxDB, Prometheus, New Relic, что угодно для системы метрик, ну, соответственно, payload, понятное дело, мы храним у себя, а вот метрики и мониторинг мы спокойно сливаем в ту систему. И если у вас уже есть какая-нибудь, допустим, какие-то скрипты для того, чтобы настраивать автоматизированно, алерты, еще что-то, еще что-то, вы просто тогда переиспользуете уже существующий код. Вот. Это очень удобно, и на самом деле в данный момент, я думаю, что мы интегрируемся практически с любой системой, которая есть. Сейчас вот мне нужен Сережа, и я вам покажу одно небольшое демо. Нет, не надо. Я могу как хипстер сесть вот так. Вот. Я вам покажу одно небольшое демо. Демо называется «Детектирование Фрода». Кстати, можешь пока открыть AsterConf 2019, SIP3.io. Так, детектирование Фрода. У меня тут есть скриптик, который просто начинает бешено посылать SIP-регистер. И, к сожалению, как бы у нас есть некоторая накладка техническая. Я вам хотел показать, как это все работает. Но после того, как я начну их посылать, мне в Slack придет нотификация. Не мне, а Сереже, потому что он инженер. Я демо показываю. Вот. Ему придет нотификация о том, что нас спамят. Давай смотри. Вот. Все. Не разглагольство. Я запускаю скрипт. Так, что-то поехало куда-то. О, пришла нотификация. К сожалению, вы ее не увидите, но она вот пришла. SIP-регистер фрод детектед. Теперь ты открыл? Можешь invite поменять на регистер и сделать… А, и время поменять так, чтобы у нас было 13.35, там хотя бы захватить. Да, да, да. Да, тебе надо то время поменять тоже, видишь? Она у тебя меньше, чем from. Вот видите, у нас какие инженеры саппорта. Такая проблема. Поэтому мы делаем такую тулзу, чтобы было легче. Так, ну ты сделал вызов? А, он обновляется долго, потому что у Сережи уже все есть. Вот. То есть мы видим регистрации с перебором номера, очевидно. Это можно как бы еще подтвердить. Открой одну из них просто, чтобы понять. Не, на. Да, да, да. Ей можно call flow показать. То есть мы видим, что кто-то просто регистрируется, но ему наш pbx отдает. Forbidden, извини, друг. Вот. Это первая часть демо. Сережа может отдыхать. Ему пришла нотификация. Он забил этот IP-адрес, потому что это один и тот же IP-адрес у себя в фаерволе куда угодно. Вот. И теперь мы просто этих ребят блокируем. Дальше. Все, что я сейчас рассказывал, было про SIP. Теперь интересно послушать про медиа. Где-то весной этого года мы начали работать над тем, чтобы анализировать качество медиа. И логично предположили, давайте-ка начнем с RTCP. Но поскольку мы капчерим трафик, то есть RTCP себе казался проще, потому что RTCP это протокол, который как раз для того, того, чтобы мы контролировали качество медиа, разработан этот протокол. Поэтому, казалось бы, переиспользуем его и все. Но это не так просто, потому что RTCP это инкремент к порту RTP. И на самом деле нам капчерить надо тот же самый трафик. Ну, я имею в виду, что тот же самый интерфейс, тот же самый трафик. И, допустим, для клиента, у которого 20 тысяч SIP-сообщений в секунду, у него полтора миллиона RTP-пакетов в секунду. То есть для него мы уже там реализовали какой-то продвинутый кепчеринг с использованием технологии DPTK. Мы спокойно перерабатываем сейчас эти полтора миллиона, так точнее захватываем. А вот для того, чтобы их перерабатывать, пришлось разработать свою структуру данных, которая основана на кольцевом буфере. Получаем пакет RTP, точнее не пакет, а получаем какое-то количество пакетов RTP. Тут же их пересчитываем, по сути это джитр-буфер. И выплевываем некоторую структуру данных, которая называется RTP-репорт, по сути опять-таки продвинутый RTCP. То есть вам не нужно иметь RTCP в вашей системе. Достаточно просто залить RTP в SIP-3, и SIP-3 вам покажет качество ваших вызовов. Сейчас это все находится на этапе бета-тестирования с лояльными клиентами. По факту есть проблемы иногда, которые мы сейчас просто отлаживаем. А проблемы заключаются в том, что даже иногда очень крутое ПО типа фрисвичей может посылать RTP-пакеты и в какой-то середине послать бешеный RTP-таймстемп или секвенс-намбор. И все наши расчеты идут просто одним местом. Но мы сейчас это решаем, потому что можно детектировать такие проблемы и их устранять. Сейчас мне опять нужен Сережа, как инженер поддержки. У нас есть фрисвич где-то в облаке. У меня есть здесь, сейчас, две секунды, просто application LimpFone, и у меня есть softphone. Так, у меня есть softphone, он уже зарегистрировался. Сейчас LimpFone тоже зарегистрируется. Окей, я звоню, и у нас сейчас будет медиа, и мы покажем вам, опять-таки, SIP3 интерфейс, вы увидите MOS этого звонка. Раз, два, три. Дай-ка мне микрофончик. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Что-то не так. Подождите, он, на самом деле, мне кажется, он ходит, ходит, просто у меня очень плохо со звуком. Техника Apple. Да, конечно. Ну все, давай поищем этот вызов, потому что мы его закончили. Теперь вместо register нажми invite. Invite. Вот техника Windows. Ответочка прилетела. Так, вот он наш invite, и как видите, у нас теперь есть answer, 29 секунд, и справа у нас есть MOS 4.4, который там для нашего 711 кодека на самом деле самый хороший. Вот. А теперь я сделаю следующее. Сейчас мне понадобится чуть-чуть совсем времени. Я зайду на один из наших серверов, и фаерволом отрублю RTP-порт здесь. Сережа, опять фрод. Нет, я шучу, на самом деле фрод. Я уже полез. Фрод прекратился. Мне вот об этом сообщение пришло. Вот, я сейчас фаерволом отрублю порты вот этого ноутбука, и мы не услышим. Так, стоп. Окей. Все. И мы не услышим. Ну, то есть RTP блокирован, у нас будет односторонняя слышимость. Мы попробуем с помощью SIP3 это дело определить. Определяем мы это дело через анализ ACMP-пакетов, потому что нам от фаервола прилетают ACMP-пакеты, и это… Так, раз, раз, раз. Здесь у нас ничего нет. Раз, 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 раз. Ничего. Так, давай поищем этот вызов. Ты время перевел? Ну, да, я не забинул на минуту. Давай еще раз. Давай. Вот у нас… А, слушай, у нас даже нотификация пришла. Вот нам пришла нотификация no media detected. То есть, Сережа… А, ну вот он уже есть. Вот, и вот он уже у нас в системе. Мы видим, что… В чем-то в одну сторону. Правильно, односторонняя же слышимость. Мы один порт зарубили. В общем-то, это второе демо. Сережа сейчас поправит, в общем, отменит правила в фаерволе и пойдет опять спокойно спать. Спасибо огромное. Сейчас я пора передам, чтобы отменили правила в фаерволе. Так, я еще не закончил, у меня совсем чуть-чуть. У меня есть еще время? Чуть-чуть. Окей. Наш road map, чтобы вы понимали. Мы на самом деле, как я сказал уже на самом начале, у нас есть часть… 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 Так, 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 так. Часть системы у нас уже находится в open source. Остальную часть мы постепенно пытаемся выкладывать. Просто у нас очень маленькая команда, и мы, скажем так, не успеваем. Так же, как и с документацией, у нас пока очень плохо. Поэтому, если вы хотите каким-то образом поучаствовать, приходите ко мне, мы с вами пообщаемся, я вам расскажу подробнее о системе. А после этого вы, может быть, даже что-то законтрибьюдите. Вот. То есть мы сделали DPDK Capturing. Это довольно сложная фича, которая у нас отняла много времени. Мы сделали качество анализа медиа. И теперь основная задача – это придумать, как эту медиу красиво показать вам на экране. То есть именно качество звонка, качество меди с учетом времени продолжительности звонка, с учетом всех потоков, потому что потоков может быть довольно много. То есть мы сейчас это анализируем, придумываем новую консоль, и скоро это все дело зарелизим. И после того, как мы это зарелизим, у нас будет RTP-рекординг фича. То есть вы сможете записывать голос по запросу. То есть вы сможете сказать, окей, я хочу писать голос по такому-то транку, или я хочу писать голос по такому-то номеру телефона даже. Все это будет возможно с нашей системой. Мы пушим код периодически на GitHub, пока там только один из новых модулей. Ну и, собственно, после того, как это все будет сделано, мы начнем применять Machine Learning для того, чтобы анализировать метрики. Потому что метрик собирается там сейчас в данный момент больше 20 штук. А если мы разложим их на все Dimension, то получается там вообще довольно хорошее количество. Вот. Всем спасибо. Можете… А, забыл. У нас есть Live Demo, которое нужно немножко обновить. Оно немножко outdated. Но вы можете там зарегистрироваться, тоже поиграться с интерфейсом SIP3. И что это дает? Мы просто будем присылать новостные рассылки, которые говорят о том, что у нас нового. Вот. Также у нас есть GitHub проект и есть Ansible проект, где вы можете попробовать реальную версию SIP3. Ее, опять-таки, мы сегодня или завтра зальем новую, чтобы это было свежее обновление по SIP3. И вы сможете ее тоже потрогать и поиграться. Вот. Находите меня в соцсетях, подходите после этого доклада и, соответственно, давайте общаться, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы вокруг этого продукта растить комьюнити. Все. Всем спасибо. Вопросик можно? Я боюсь, что если мы сейчас все вопросы выслушаем, то вы останетесь без обеда и без ужина. и вообще сразу перейдем во второй день. Давайте только два вопроса, а остальные получится остаться в момент, когда обед начнется, еще поотвечать ребятам? Нет, ребят, я могу просто потом спуститься сюда, и те, кто не супер голодные, мы поговорим. Все, Сереж, давай. Вопрос, да? Почему SIP3? Вы в курсе, что протокол SIP в второй версии? Нет, это на самом деле… Сейчас я тебе скажу. Чтобы красиво звучало, я только что рассказывал, что три колонны визибилити. Мониторинг, траблшутинг и трейсинг. Так вот SIP3, он начался с SIP протокола, но его цель – это обеспечить полное визибилити voice-over-IP систем. Это я только что придумал. У меня просто диссонанс. Три, а там два ноль как бы не сходится. Ну ладно. Здравствуйте. Я ему не дам призыв. Не каждый в будущее может смотреть… Как он говорил уже, я забыл. Скажите, пожалуйста, какую максимальную нагрузку в вызовах может выдерживать ваша система? Ну вот, скажем так, самый крупный клиент у нас живет сейчас с 40 тысячами SIP-сообщений в секунду и полутора миллионам RTP-сообщений. Но по факту система абсолютно распределенная. То есть вы можете сделать кластер Монги, сделать кластер Инфлюкса, правильно спланировать съемники. То есть так, чтобы у вас зеркалирование шло, скажем так, в разные каптейны, которые работают не как агенты, а как серверы. И также правильно спланировать сальто, и тогда лимита почти нет. А у вас только SIP протоколы или другие протоколы тоже поддерживают? SIP, RTP… Нет, другие протоколы сигнализации, например, и DSS1, OX. А, вы имеете в виду SS7? Мы поддерживаем SS7, но, скажем так, это кастомная разработка. В продукте, который называется SS8? Да. Это сервер. Коротенький вопросик. А SRTP? SRTP пока не поддерживается, но если у нас, скажем так, маленькая команда, поэтому мы разрабатываем фичи согласно запросам наших клиентов. Если к нам кто-то подходит и говорит, что нам нужен SRTP, мы это приоритизируем и, соответственно, разрабатываем. Спасибо. Мы будем выбирать лучший вопрос? Они все такие были… Да, вот он все делает, что вопросы как бы не все были. Я думаю, что надо нам отпустить Олега и позвать следующего спикера. А Олегу сказать огромное спасибо. Доклад, мне кажется, был очень классный. Всем спасибо тоже.